Брэк, брэк, олема Брэк 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 Заходите к нам на огонёк Брэк В posed Наха гостя Марта Волф Брэк 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 Нистан Брэк Мммм Брэк потому что получается, что у нас есть какие-то эксперты техники, да? И, конечно, наша invitада, Марта Вольф, как она была периодиста, которая имеет абсолютно экземпляры, если мы можем поговорить о других темах, когда мы перевернули эту фильм «Водка и аром» в другой день, мы будем показывать, конечно, в нашем программе. И сейчас мы говорим с Мартой Вольф. Я на русском объясню, что у нас возникли технические причины сегодня не показать, не протранслировать кусочки видео из фильма, который снимала Марта «Водка и рис», но мы обязательно его покажем. Каким образом мы потом сможем переконвертировать его, залить к нам на наш канал «Наш огоньок», и вы сможете его посмотреть полностью, целиком, если у вас возникнет вот интерес к этому. Конечно, возникнет! Кожили! Наслаждаться просто разобором! Ах! Девочки! Аплаус! 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 Марта тебе сказала по-испански... Как можно говорить о том, что «Нельзя увидеть»? Ну хотя бы в двух словах! Ну как же так... Ну, в общем, получается так, что там, в общем, фильм о том, что насколько, значит, Китай принимает культуры различные у себя, он принимал, скажем, да, до того, как произошла эта коммунистическая революция в 1918 году в России, вот, и в Китай приехало множество народу, в том числе и множество русских евреев, вот, и которые были там приняты хорошо, и, в общем, конечно, все равно иммиграция это очень сложная вещь, как говорит Марта, да, она очень сложна, и даже если тебя хорошо принимают в стране, это сложно. И вот я хотела у нее спросить как раз такую тему, у нее есть, у нее есть книга, называется она, в общем, иммигранты, получается, иммигранты еврейские в Аргентине, и евреи, и аргентинцы. Вот я хочу сейчас спросить у нее на испанском, что же в этой книге, скажем, то, что она пишет, которая, скажем, тоже... О чем повествует, да, о чем повествует, потому что это тоже... Ну, конечно, очень интересно, у нее очень интересная жизнь, насыщенная, и, дай Бог, успеть бы сегодня об этом поговорить. Марта, у тебя есть 10 книг, если я не ошибаюсь, да, у тебя есть 13 книг, но не важно, но не важно, для тебя есть 10 книг, да, нет, это я читала интернет, Значит, вот, у меня есть... И один из них это много интересного книга, тысячи... ИмGRанты еврейские... Пионеры еврейские в Аргентине... Нет, иммигранты еврейские в Аргентине, студии еврейские в Аргентине... Они двух книг, другим два книга, я эти книги делал от amendments, с юноценной, somebody else, с юноценной, с юноценной, с юноценной, с юноценной. У них есть книги «Иммигранты юные пионеры argentinas», который является историей из-за фотографии, с эпиграфами, которые связаны с большим исследованием для того, чтобы выложить данные, для фотографии. И это «Иммигранты юные пионеры argentinas», который является более «Иммигранты», из-за фотографии «Иммигранты юные пионеры». И другой, который является более политким, который называется «Иммигранты юные пионеры argentinas». Это книги и в основном, «Иммигранты юные пионеры», но это тоже неинтересно, а также много людей, которые помогали, но они также помогали свои данные, которые помогали иметь «Иммигранты». Я пишу фотографии с моим семьей. Я создала свои истории для того, чтобы вы могли демонтировать свою историю. В каком году ваша семья еммигранты в Аргентине? Моя мама пришла в 1924 году. Но вы были пионеры? Нет, нет. Нет, 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 если мне позволить. Мой папа в году в 1919 году, когда он был в Шететовске, в Украине, он потом был в работе для работы, и мой папа везет в Мар-Негро, он был в полизон, он был в воде, он был в воде, он не был языком, он не был никого, и потом привезли к семье. Тройно, потому что у него было в школе, потому что у него сидели в школе, у него были в школе, в школе. У него был в инверсии, и люди не могли выйти. Моя мама из Варсоя приехала в 1924, мою папа в 1929. Ни в двух дворах не были в педагоги, в том, что называли иммиграции, а колонизирование от Барон Хирш. Мои роды были урбаны. Они были урбаны в городе. Но, например, мой муж, который был в 1932 году, мой муж не был урбан. Он был урбан в Алимане. Он был урбан в Итлер. Мои роды были урбан в Итлер. Он был урбан в социалъем реакцию. Урбан в Русан. 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 Мои роды лег needs моего开 от Социалъем кое-карту, их буквально урбана в Алимане. Он был и пришли к Госп Nationу в РусантеAHandрох� pierwszy. Мои роды урбан в С nutzenе. Дого в order ористи ногам ее нариенем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 все эти работы и начать жизнь в этой стране. И жизнь, скажем, ну такую, не совсем уже с нуля, понимаете? Чтобы не совсем уж с протянутой рукой ходить. Понимаете, он купил землю. Они пожертвовали для того, чтобы их соотечественники не нуждались так, как обычно нуждаются все мы, иммигранты. Приезжаем, и мы понимаем, что работу однайте не так-то просто, и выжить а вот, в общем-то, они сделали такой огромный посыл для своей нации. Да, поэтому это очень интересный разговор, это очень интересная тема, вот именно, скажем так, пример для людей обеспеченных, что можно жизнь посвящать не только сумасшедшему достижению денег, денег и денег, но еще и задумываться, куда их потратить, и если есть у тебя возможность, значит, помочь каким-то другим людям. В общем-то, эти люди попали в историю, и сейчас и они помнят только добром слом, много, очень много тысячи людей, буквально, может быть, даже несколько миллионов. Марта, hablando de Барон Хирш, вы, как эта persona, как как была эта семья, и его сеньора, digamos, она и ее, как была? Вы можете сказать что-то что-то К нет, и ее сеньора, чтобы в семье. Он был в семье с одной мужем с очень важной банкой и он его создавал в Лондоне на Jewish Association, чтобы купить земли, чтобы люди могли бы уничтожить жизнь и не иметь, чтобы жить в гробах, как они живут, потому что они не позволили им иметь землю. Взялись, когда они приехали на аргентину, они дали на аргентину, в барон Хиршевле дали на квартиру, они дали... Они дали все очень границы, но они дали, они дали семечки, чтобы собрать, чтобы выиграли жизнь с собственными руками. И это все повторяло в Исраиле, с кибуцинами, когда люди начали снова работать на земле в Исраиле. Барон Хиршин был очень здоровый который практически с удовольствием, который тоже ехал, его мужем и, как я говорила, споса из банкировки. И я хочу рассказать что я у тебя есть возможность я тебе учусь, что я делал «Коноспиеса на земле», это история из-за колонии Барон Хиршин, Продолжение следует... Que eran artesanos Porque estaban condenados a vivir Porque eran sastres Porque eran zapateros Porque como no les podían Permitir Ni ser profesionales Ni tener tierra Se dedicaron a todas las labores Y llegaron aquí sin idioma Sin nada Sin embargo Salieron adelante Hicieron parte De los pioneros Что сделали на аргентине Это очень замечательная Это магия И еще, вы говорите Кибуц из Израиля То есть, это ежемпл Это ежемпл И, скажем, как Состояние в жизни Су форма для себя В Дворот Хирш То есть, работать на земле Требать на руках, работать на руках Работать на руках, работать на руках И не иметь, чтобы жить в небе А плена лучшего солнца Возвращение на аргентине В времене основание Lo que dijo Gershunov Los gauchos judíos Que escribió, ¿no? Que fueron mitad gauchos Y mitad judíos Es decir, los judíos Se transformaron en gauchos Y los gauchos Aprendieron de los judíos Por ejemplo De mandar a sus hijos Al colegio Que no los enviaban Y las escuelas De las colonias judías Vos ves los niños De Rusia Que venían como ustedes Mujeres hermosas Rubias Con ojos claros Gracias И появились лужи, которые привели на школу, чтобы учить учебные, чтобы учить учебные. То есть, когда юные родители могли отправить их в школу, и, скажем, и также, как и родители, по-разному, тоже. И отправили учебные родители. И, кстати, у них были медики, например, которые учили учебные родители, где там стоят на Моисе Вильве и ranging в Доминге и в интересных местах, где и прививание и служба к гаучу аргентин был всегда... Например, когда у ютюня не могла montать не могла не могла не могла то есть гаучу и гаучу он учил и 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 учил учил и 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 учил очень красиво Видите, что говорит Марта? Она говорит, что в общем евреи, которые приехали в интервью они в общем понимаете практически для них это было нормально своих детей отправлять в школу а хорошо Машин туда а я стараюсь Марта рассказывать по-русски я должна разговаривать сюда да значит так получается что евреи отправляли своих детей в школу и эти вот ну в общем тогда еще люди которые жили на кампу как у нас и говорят это в деревне которые раньше не видели того что чтобы школу то есть не то что они видели у них не было просто привычки отправлять своих детей в школу ну родился там ребенок ну его значит это самое там сельским работам обучали естественно там все но не грамоте а когда евреи приехали в интервью то значит вот по их этому самому по их как это по привычке косту косту да по их привычке вот тому как они послали в школу своих детей те люди из деревни которые не были не были не имели еврейского скажем происхождение они тоже стали посылать своих детей в школу и стали учиться друг у друга как готовить штрудель значит это самое стали учиться местные люди как готовить местное население а дегамос а скажем пить маты а пить маты значит научили евреев местное население ну и так далее тому подобно очень интересная вот так вот тут происходило на их ассимиляция на стране и знакомства в общем-то они многое внесли в жизнь но гауччи что надо сказать что такое гауччи это сельский житель скажем местный сельский житель он и кстати вот то что что сказала марта она сказала ну конечно евреи не умели скакать на лошади и получается что местные жители их учили это делать вообще надо сказать что аргентинцы очень сердечный народ они не разделяют там тебе евреи или там еще кто-то или еще кто-то настолько ко всем относится равноценно и до с улыбкой и за что мы им агранты почему мы не хотим уезжать из аргентины это потому что она такая вот либо сольная какая-то в плане они все улыбаются они готовы тебе помочь и остановятся всегда и будут тебе рассказывать да и поведут даже поведут да это конечно потрясающая страна да 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 абсолютно абсолютно точно так но не дорогие аргентинцы а я хочу сказать вам что-то как мы смотрим люди статистическую версию в различия есть уacı и у о у о и о Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 уже более оптимистичных нота у меня например очень хочется расспросить марку ее семье сейчас вот ее состав смотрю на фотографии столько молодых людей вокруг нее и вот мне назрел прям вопрос но это после а я еще хочу спросить ее как она а а гольдемейр вот это очень интересно после рекламы с нами столько много интересных тем он корт и пор фавор пела скрипка ласково и так нежно в этот вечер я так одинок и я так промок налей сынок дома ждет холодная постель пьяная соседка а в глазах похоть здравствуй старый друг митродотель мадмуазель привет рошель сегодня болен я душой так выпьем же друзья со мной сядем утопера за спиной посмотрите люди на его руки ну давай сыграй мой золотой ты шо ж такой а совсем седой спой мне песню девочка ну спой про мою любовь которой нет больше как шумить за окнами спой про мою любовь а 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